Как будет выглядеть парковая зона у монумента тыл фронту и кто станет хозяином дороги к храму? Эти и другие вопросы обсуждались на очередном архитектурно-консультационном совете в городской администрации. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Что касается монумента тыл фронту и прилегающей к нему территории, то проект этот уже неоднократно выносился на повестку дня архитектурного совета, но каждый раз отправлялся на доработку. В этот раз слушание завершилось принятием всех изменений и проекта в целом. Какова суть плана? Вся территория будет состоять из двух больших зон – мемориальной и культурно-развлекательной. В мемориальную часть войдут монумент тыл фронту, Вечный огонь, Музей военной техники под открытым небом и Часовня. Коммерческих объектов в этой зоне не будет. На берегу в некотором отдалении от монумента будет пляж. Также предусмотрены три автомобильных выезда со стороны проспекта Ленина и парковка на 495 мест. В ближайшее время начнутся работы по реализации проекта, но точные сроки пока не установлены. Второй проект с рабочим названием «Дорога к храму» также рассматривался уже не в первый раз. По сути, это пешеходные дорожки от надземного перехода через проспект Ленина до храма Вознесения. Вдоль дорожек планируются клумбы, кованые композиции, беседки, скамейки и так далее. По замыслу вдохновителей проекта строить будут инвесторы по частям. Каждый возьмет ту или иную зону и облагородит ее согласно плану. Казалось бы, все прекрасно. Не вкладывая никаких денег из бюджета, город получит благоустроенную территорию для отдыха. Но в ходе обсуждения выявились два камня преткновения. Первый в огород архитекторов кинули священнослужителей, которым не понравилось название. Мы за то, что была облагорожена территория. Но как-то несколько по-другому или, по крайней мере, отрезать это название храма. Это не дорога храма, по крайней мере, символически. Это какой-нибудь другой мир. Второй важный вопрос – кто будет содержать зону после того, как она будет построена? Газоны и цветы нужно поливать, следить за скамейками, очищать урны. Кто этим займется? Мы пытаемся как-то за всеми раскрепить скверы, чтобы сквер был хозяин. Если бы нашел хозяин бы этого сквера, было бы очень хорошо. Мы составим в нашем части дорожки и организовать автополив. В итоге план благоустройства этой зоны был принят с оговорками – согласовать название с Магнитогорской епархией и найти ответственного за содержание будущей зоны отдыха.